Сегодня и завтра мужчины побегут дистанцию 500 и 1000 метров. Увидели стартовый протокол. Три россиянина в нем. Виктор Лобос, Артем Кузнецов и Алексей Есин. Но главный состав нашей сборной, главные наши спринтеры Кулижников, Мурашов и Муштаков сейчас тренируются в Коломне. Под руководством Дмитрия Дорофеева готовятся к чемпионату мира на отдельных дистанциях, который пройдет в начале февраля в Инселе. Ну и решили не рисковать, потому что есть у ребят небольшие микротравмы. И стартовать на открытом льду это всегда лотерея. Поэтому вот сюда на этот чемпионат отправили, ну пусть не обижаются на меня сейчас, Лобос, Кузнецов и Есин второй состав. Но тем не менее, в общем, поболеем, поболеем за наших ребят. Ну а пока Корнелиус Керстен единственный в Британии, конькобежец, регулярно объявляющий краудфандинговые компании на то, чтобы собрать денег для участия в том или ином соревновании. Вот второй, третий сезон он через Кубки мира все-таки отбирается на многоборные состязания. Но пока максимум его достижения это 20-е место на чемпионате мира в Чанчуне в прошлом году. Ну и вместе с ним Самуле Самолайнен. Конечно, молодой финн вряд ли способен славу прежних финских спринтеров поддержать. Ну, даже 36 ребята не разменяли. Рекорд катка здесь из 35 секунд держится с 2004 года. Джереми Уозерспун его установил 34,89. Посмотрим, может быть, кто-то сегодня и попробует за него замахнуться. Все-таки высота 1200 метров должна способствовать показанию высоких результатов. Вторая пара. В ней стартует Мартин Лив. Личный рекорд его вы увидите на экране. 35,6 секунды. И Виктор Лобос. Можно сказать, что дебютант российской сборной. В этом сезоне впервые в группе сильнейших в Кубке мира. Бежал он, ну, прежде всего, дистанцию тысячу метров. Больше он любит. Ну, вот буквально перед самым Новым годом в Коломне обновил свой личный рекорд на 500-метровой дистанции 35,5. Пробежал до этого еле-еле из 35 выбегал. Тоже прогрессирует Виктор Лобос молодой спортсмен. Ну, скоро ему в феврале исполнится 24 года. И для него это вот первый такой крупный многоборный старт. Посмотрим, как он себя проявит. Это, в общем, прекрасная возможность заявить о себе. Ну, разгоняются вровень. Мартин Лиев и Виктор Лобос, конечно, сейчас на переходной прямой должен хорошо Лобос поработать в спину, потянуться за своим соперником и, конечно же, переиграть. Мартина Лиева, ну, эстонец, хоть и является 36-кратным рекордсменом своей страны, явно не соперник, но немножечко дерганно, немножечко рвано добегает эту дистанцию Виктор Лобос, 36,21 секунды. Ну, на самом деле, не так уж и далеко до его личного рекорда предыдущего. Он ведь 35,5 пробежал. В Коломне до этого личный рекорд его был 35,96 секунды. Ну, главное, конечно, как справится Виктор с дистанцией 1000 метров. Она будет сегодня в заключении дня, в прямом эфире на канале Матч-Арена и на сайте Спортбокс вы сможете это все увидеть. Ну, а пока Хенрик Фагерли, Рюкки и Джоэль Дюфтер выходят на старт. Прочти ровесники 96-го года рождения Рюкки, 95-го Джоэль Дюфтер. Ну, те, кто видел с самого начала нашу трансляцию на канале Матч-Арена, бежала в классическом многоборье сестра Джоэля Роксан Дюфтер. Но и Роксан не снискала высоких лавров, но и Джоэль Дюфтер, в общем, тоже вряд ли претендует на многое. Рюкки из конькобежной семьи. Старший брат его тоже бегал за норвежскую сборную. Ну, пока и Рюкки лишь изредка на крытых катках выбегает из 35 секунд. В этом сезоне даже у него никогда это не получалось. 35 и 23 его лучшие достижения в этом сезоне. Ну, и любопытно будет сравнить с результатом Виктора Лобоса. Обыгрывает, обыгрывает. И значительно Виктора 35 и 36 сотых секунды. Хенрик Фагерли Рюкки. Но норвежцы, конечно же, главные свои надежды связывают с олимпийским чемпионом на 500 метров Ховардом Холгургендом Лоренсом, который побежит в последней паре, который уже был призером чемпионата Европы спринтерском многоборье. Чемпионат Европы в спринтерском многоборье на самом деле лишь очень короткую историю имеет. Всего лишь второй в истории подобный старт. Первый был проведен два года назад. И тогда призерами стали Кайфербайки, Лнайс и немец Ника Илья. Два голландца и немец. Артем Кузнецов. Очень высокий личный рекорд. 34,35 секунды. Но в этом сезоне лишь раз Артема мы видели в группе сильнейших на 500 метровой дистанции на этапах Кубка мира. И пока опытнейшему спортсмену, который имеет участие еще и в Сочинской Олимпиаде, не хватает явно стабильности. Ну а вместе с ним Петр Михальский. Примерно одного уровня результаты показывали в этом сезоне спортсмены. Ну и разгон. Первый раз 9,84 секунды. Лучший разгон дня. Артем выигрывал этап Кубка мира. Один в своей карьере на 500 метровой дистанции. Всего же в общей сложности 8 раз он участвовал в церемонии награждения на этапах Кубка мира. Но это было все достаточно давно. Не слишком удачно. Прошел он малый поворот. Немножечко потерял скорость и борется на прямой. И все-таки 2 сотые выигрывает у Петра Михальского. Но четверть секунды проигрывает норвежцу Хенрику Фагерли Рюке. Артем Кузнецов 35,62. Ну на открытом льду. Конечно, вроде бы и неплохой результат. Но я думаю, что все-таки и сам Артем понимает. Даже сегодня он мог бежать чуть-чуть быстрее. Чуть четче отработай малый поворот. И больше сохрани скорости на финишную прямую. Я думаю, что 9,5 вполне... Вернее, 35,5 вполне мог Артем разменять. Мирко Джакомо Ненци. Один из лидеров итальянской сборной в прежние годы. Но в этом сезоне он, правда, Давиде Боссе проиграл на национальном чемпионате. И дебютант немецкой сборной Хенрик Домбек. В этом сезоне мы его не видели на этапах Кубка мира в личных дисциплинах. Он стартовал на немецкой сборной в командном спринте. Но, правда, тоже не слишком удачно. Ну и Алексей Есин, вон там на разминочной дорожке, тоже готовится к своему старту в следующей паре. Домбек 35,58 в этом сезоне обновил в Херенвейне свой личный рекорд, стартуя в группе «Б». Мирко Джакомо Ненци 35,43 в Инцеле бежал в начале сезона. Ну а в Калгари в 2017 году бегал 34,75. Конечно, его результат гораздо выше и гораздо больше шансов у него на высокий результат сейчас. Может быть, даже на то, чтобы попытаться превзойти Хенрика Фагерли Рюбке. Тем более, что по большой дорожке выходит он на финишную прямую. Но зато завтра придется бежать из малого поворота. Нет, очень скромные результаты и у итальянца. 36,45 в отличие от Франчески Лолобориджиды, которая в классическом многоборье сумела на 500 метровке стать бронзовым призером. Мирко Джакомо Ненци высокого результата не показал. И, в общем, конечно же, с результатом таким скромным вряд ли он сможет на высокие позиции рассчитывать 36,45. Алексей Есин очень болею, очень переживаю я за этого конькобежца. Долгие годы он был одним из лидеров нашей спринтерской сборной. Ну и вот в этом сезоне, может быть, это связано и с пополнением в семействе, может быть, с небольшими травмами. Все-таки уже опытный спортсмен, совсем недавно, 32 года, исполнилось Алексею. В общем, непросто сохранять ему форму. 35,26 в этом году в Коломне. В декабре 2017 года в Солт-Лейке 34,52 он бегал. Ну, главное, конечно, у Алексея тысяча метров. Его напарник по забегу, один из молодых талантов белорусской сборной, Игнат Головацюк, который в этом году, да и в прошлом, уже закрепился на регулярной основе в группе сильнейших и 500-метровой дистанции, и на 1000 в Кубках мира. Ну и вот интересная борьба. Вроде бы кажется, что Леша много выигрывает у Игната, но многое зависит от того, как Игнат пройдет. Малый поворот, нет, вытащил его очень далеко на финишную прямую, но может быть, Леша, и обыгрывая Игната, хороший результат покажет 46,15. 46,15 чуть-чуть обыгрывает Виктора Лобоса, Алексей Есин проигрывая Артему Кузнецову. Ну, что ж, скромный, скромный результат, скажем так, у Алексея. Сейчас пока пятый, ну, еще 8 спортсменов выйдут на старт. Ну, впрочем, можно немножечко подправить будет дела за счет 1000 метров. Артур Нагальна на ваших экранах, 28-летний лидер польской сборной. Ну, и Кай Фербай, единственный пока в истории чемпион Европы в спринтерском многоборье. Голландцы все дружно, и Фербай, и Килд Найс, и их тренер Герард Ванвелде посетовали на отсутствие лучших российских спринтеров. В общем, хочется им, конечно, тоже быть в конкуренции, но правильное или неправильное решение приняли наши спринтеры, не приехав на чемпионат Европы. Мы поймем в феврале, когда пройдет чемпионат мира, и за золото чемпионата мира будем готовы простить все. Нагаль как здорово разгоняется, лучший разгон дня у него 9.81, ну, и Кай Фербай недалеко отстал. Кай Фербай, который и в пятисотку может неплохо пробежать, но и на тысячи метров обладает одним из лучших результатов. В общем, Кай Фербай человек, который стабильно бежит и пятьсот, и тысячу, и как раз за счет ровного пробегания всех четырех дистанций может бороться за победу. И 35.23 на 13 сотых секунды Кай Фербай опережает Хенрика Фагерле Рюке, выходя в лидеры промежуточного протокола. Но поучаствует ли он в церемонии награждения, в цветочной церемонии, вот это мы все увидим. Лед уже изрядно разбит, потому что не было заливки льда между забегами девушек на 500 метров и забегами у мужчин. Ну и поэтому, в общем, непростая задача, особенно удержать себя в малом повороте на высокой скорости, на выходе на финишную прямую. Посмотрим, как это получится у Ховарда Холмфюрда Лоренсена. Норвежец стартует по внешней дорожке. Вот сейчас он на ваших экранах чемпион олимпийских игр на этой дистанции, победитель Кубка мира прошлого года на 500 метровке. И в прежние годы казалось, что норвежцу прежде всего тысяча лучше удается. Но он очень здорово под руководством Джереми Уозерспуна, рекордсмена катка, знаменитого канадского спринтера, прибавил в последние годы. Но вот именно на 500 метровой дистанции свидетельствовала, чему олимпийская победа. И он, конечно же, один из претендентов. У Лоренсена не сложился двухлетней давности чемпионат Европы. Но в то же время он призер чемпионата мира в спринтерском многоборье. Поэтому, конечно же, недооценивать такого спортсмена невозможно. И он, наверное, один из немногих, кто сможет составить конкуренцию голландцам. Он чисто прошел малый поворот, несмотря на свои габариты. Но цена этого аккуратного и чистого прохождения. Достаточно невысокая скорость на финише. 35,58 секунды. Пока лишь третий результат у норвежца. Но, впрочем, мы видим, что и молодой Бьерн Магнусен тоже, в общем, разводит руки. Ну, как молодой. Они, в общем, с Лоренсеном ровесники. Оба 98-го года рождения. Нет, Лоренсен чуть-чуть постарше. Поднимает руку благодаря зрителям Лоренсен. Но результатом он явно недоволен. Келд Найс. Ну, человек, которого, наверное, все видят предстоящим чемпионом Европы. Но многое для него должно решиться именно сейчас. Не проиграть много Каю Фербая на 500-метровке. Вот так вот формулировать надо задачу для Келда. Потому что он обладатель, если мне память не изменяет, второго результата в истории конькобежного спорта на дистанции 1000 метров. И, в общем, регулярно обыгрывал даже Павла Кулижникова на 1000 метров. Ну, не регулярно, иногда, но, тем не менее, обыгрывал на этапах Кубка мира. Стартер Стефан Херман из Германии на ваших экранах. Соперник Келда Найса по забегу итальянец Дэвид Босса. Когда Дэвид в триумфальном стиле провел чемпионат национальный, давненько не было от него таких результатов. Но вот посмотрите, фальстарт дают Келду Найсу. Так хотелось ему побыстрее уйти на дистанцию, что немножко, может быть, дрогнул или раньше времени сорвался вперед. И это значит, что ему чуть дольше придется засидеться на старте, и чуть хуже будет его результат на финише. Да, может быть, речь о сотых, но в спринтерском многоборе порой решают даже тысячные доли секунды, могут решить многое. И не зря в этом сезоне уже все результаты, особенно для спринтерского многоборья, фиксируются вплоть до тысячных долей секунды. Но на этапах Кубка мира мы регулярно видим, что уже сотых не хватает для точного распределения всех стартующих по местам. Так, давайте посмотрим внимательно за стартом Келду Найса. Да, на этот раз он сидел до последнего, и сколько потерял на этом. Ну, нельзя сказать, что прямо уже засиделся. В принципе, хорошо поймал выстрел стартового пистолета. И для Келду Найса 9.89 очень солидный, очень хороший разбег. Да, Дэвид Босс вроде бы 9.81, но 9.89 практически с Каем Фербайем в одно время разогнался. Келд Найс, и что будет на финише? Хороший соперник по забегу, дает возможность ощущать вот эту борьбу до конца. Келд Найс, четверть секунды Каю Фербайю проиграл. Значит, полсекунды надо отыгрывать будет сегодня на дистанции тысячу метров. Не очень доволен Келд, но вполне себе эта задача ему по плечу. Другое дело, что он переживает, что, может быть, не показал хорошего результата, финишируя из большого поворота, потому что завтра придется финишировать из малого на дистанции 500-метровой. И это будет более серьезный вызов для Келда Найса. Ну, что ж, пока Кайфер Бай, Хедрик Фагер, Лерюки, Келд Найс. Вот так выглядит тройка лучших результатов. Ну и последняя пара. Томас Кролл, еще один представитель голландской сборной. Ну, Томас Кролл недавно вот на национальном отборе в Херенвине обновил свой личный рекорд на 500-метровой дистанции. Но из 35 секунд никогда в карьере не выбегал. Но зато выигрывал медали, в том числе и золотую, на этапе Кубка мира. На тысячи. Да неплохо и на полуторке смотрится. Ну и Ника Илья, бронзовый призер прошлого чемпионата в спринтерском многоборе. В этом году один из самых опытных спортсменов в спринтерской стае, скажем так, Ника Илья. Среди действующих спортсменов у него больше всего стартов на этапах Кубка мира. И, конечно, в этом сезоне ему чуть сложнее будет повторить, побороться за повторение своего результата 2017 года, когда он стал бронзовым призером. Но то, что обыгрывает Томаса Кролла в этом нет ничего удивительного. Хотя, посмотрите, как все близко. Но много, много проиграли, даже в десятку сильнейших не попали ни Ника Илья, ни Томаса Кролл. Кролл в Фербайрюке Келднайс тройка лучших. И Кузнецов лучший из россиян, он шестой. Ну а если смотреть на результаты, другие результаты российских спортсменов, Алексей Есин 13-й и Виктор Лобос 14-й, для них, конечно же, тысяча метров станет определяющей. И показать хороший результат, если они смогут на этой дистанции, то тогда еще будут шансы бороться за дюжину, за десятку сильнейших. И это, наверное, будет определяющим моментом. Вот, посмотрите, Кайфер Бай. Не часто ему удается, кстати, выиграть даже в спринтерском многоборе. Ну вот, скажем, когда он стал два года назад чемпионом Европы, он в первый день был четвертым на пятисотке. Потом два серебра на тысячи в первый день и на пятисотке во второй день. И бронза на тысячи. Вот так сложилась его лучшая сумма. Ну и, безусловно, и сюрприз. Второе место молодого норвежца Хенрика Фагерли Рюке. Правда, Рюке не здорово выглядит на тысячи метров. Посмотрим, может быть, добавил везде. Ну и, наверное, обидно белорусам Геннад Головацук. Лишь 17-й результат показал, наверное, и Игнат мог рассчитывать явно на большее.